Двадцать семь... Двадцать восемь... Итак, Гомер, это последнее маринованное яйцо. Съешь его, и пятьдесят баксов твои... Если выиграю, пойдём есть омлет. Ой-ой. Его сейчас вырвет. Я был бы богаче на пятьдесят баксов, если бы из меня не полезли эти яйца. Эй, привет, приятель! Ты даёшь мне машину, я тебе пятьсот баксов, и мы забываем о произошедшем. Марч? Если ты начинаешь с Марч, значит, что-то произошло. Я продал машину! И на чём ты будешь ездить? На твоей. Ты и представить себе не можешь, куда попала наша машина. А теперь полюбуйтесь-ка на это! Гонки на выживание. Легендарные гонки на выживание. 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 Приехали в Спрингфилл. Подождите. Вы увидите всех лучших гонщиков на выживание. Вин с огнелозубом Агги. И триумфальное возвращение после полной пересадки черепа. Джин без шлема Дюпри. Ну, моя машина участвует в гонках на выживание. И у нас есть билеты на субботнюю гонку. Дамы и господа. Пожалуйста, отключите мобильные телефоны и снимите с автомобилей все железные яйца. А теперь давайте вспомним тех, кого потеряли на прошлой неделе. А теперь... Да начнется Крушилова! Наша машина! Ого! Когда папы внутри нет, она довольно шустрая. О боженьки, она справилась. Осталась на пути лишь одна машина. Осталось всего две машины. Хлам Гомера и скорая медицинская помощь Обамы. Всю свою жизнь я шел к этому моменту. Ой, как же колит в груди! Сынок, мне нужно в больницу! Конечно, пап. Я все пропустил. Мне жаль это говорить, но дела плохи. Гомер, твой отец хотел бы увидеть тебя в последний раз. Гомер, я должен тебе кое-что сказать. Сынок, много лет назад я сделал ужасную вещь. Я хочу, чтобы ты меня простил, пока... ...не стало слишком поздно. Ты не мог! Ладно, я прощаю тебя. Что ж, мы сделали все, что могли. И последний метод сработал. Ну что за славный денек! Я буду жить! И мой сын простил меня за самый ужасный поступок в моей жизни! Да, простил. А теперь я хочу посмотреть свой любимый сериал. Показывают уже 17 сезон. Вот что делает Америку Великой! Оперативное расследование морских преступлений! Гомер, ты выглядишь несобранным. Отец сделал кое-что, за что я его никогда не прощу. Он запудрил мне мозги своим синюшным видом и отсутствием сердцебиения. А я на всё это повёлся. Так что он такого сделал? Я пообещал ему никому не говорить. Но отныне я не посмотрю на него как раньше. Марджори, прости, но я не могу находиться в одной комнате с этим человеком. Я пошёл к Мо. Ненавижу, когда отец и сын сидят по разные стороны барной стойки. Это значит, придётся много ходить. Да ладно вам, народ! Заруйте этот топор войны! Ладно, вот вам по 50 центов. Включите музыку и проверьте вашу любовь. Как я люблю тебя. Для меня ты мёртв. Пап, пидуль, место, куда мы едем, идеально для того, чтобы вы смогли подружиться. Думаешь, проблему можно решить, свозив нас в парк развлечений? Это дешевле психолога, и ещё там дают торт. Добро пожаловать на реалити-квест. Это последняя наша попытка спасти разорившийся торговый центр. Итак, вы оба заперты в темнице. Единственный способ выбраться, это разгадать вместе десяток головоломок. Поплевать. Отлично. Сынок, если ты воткнёшь этот меч в тот волшебный портал, возможно, откроется потайной ход. А в этом есть смысл. Я просто... Гомер, ты что, не выйдешь попрощаться со своим отцом? Есть только один способ сделать так, чтобы вы поняли мой гнев. Это рассказать то, что рассказал мой отец. Когда я был маленьким, отец любил собирать модели самолётов Второй мировой. Аккуратней, сынок, сломаешь ему крыло! Ступай давай отсюда! Время, проведённое с мамой, стало для меня самым лучшим в жизни. Рецепты бесподобных блюд. В коробочке у мамы лежат яблочный пирог. Персиковый слаймом и безе. Разве можно было не влюбиться в аппетитный с ревенем пирог? Люблю тебя. Она любила меня. Рецепт каждого пирога она записала на листочке, а на обратной стороне специальное послание для меня. Эта коробка с рецептами была для меня дороже всего на свете. Когда она ушла, эти рецепты были единственным, что от неё осталось. После того, как она сбежала, отец был в ярости и сделал нечто ужасное. Он выбросил с обрыва коробку с рецептами, а также всё, что ему напоминало о ней. А мне наврал. Сказал, что уходя, она забрала все рецепты с собой. Стойте! А чего это вы на меня так смотрите? Если бы у него были те рецепты, его жизнь могла бы быть совсем другой. Дедуля такой безрассудный. Злобный старикан. Он перешёл все границы. Гомер, а чего это ты улыбаешься? Наконец-то мы, как семья, кого-то вместе ненавидим. Может, съездим в дом престарелых и унизим его? О, это было бы замечательно. Паршивый дед. Бессердечный. Зовёт меня приятель или парень. Не забывайте, что он плохо слышит. Паршивый дед! Чур, я первый на него кричу. Нет, я первый на него кричу. А может, просто будем игнорировать его и молчать? А где дедуля? Он не притронулся к обеду. Моя любимая семья. О, боже. Я усвоил важный урок. Никогда не стоит облегчать душу. Дело в том, что от признания ты не чувствуешь себя лучше. Поэтому я решил всё исправить, хоть даже и ценой своей жизни. Он отправился к тому обрыву искать рецепты. Я найду его, спасу и скажу, что жду не дождусь, когда он умрёт. Не делай этого, пап! Я тебя почти простил! Стой! А к чему привязана твоя верёвка? Не беспокойся, сынок. Я отдам тебе всю верёвку. Пап, нет! Я люблю тебя! Это всё, что я хотел услышать. А у меня снова есть рецепты! Они исчезли. Этот пирог невероятный! У этого пирога такой же вкус, как делала мама. Прошу прощения, откуда, чёрт возьми, у вас этот рецепт? Это было словно чудо. 33 года назад дела тут были не очень. Как-то я шла, обдумывая свою жизнь. Как вдруг, словно божий дар, с неба посыпались рецепты. Эти слова были для меня. Тогда вам стоит их забрать. Рецепт! Рецепт! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...